Что поделать? Ну это все-таки ремонт. Да, все косячат, даже профессионалки, такие как я. Вот. Приветствую вас, господа. Рада видеть вас на моем канале Телкоплей. С вами Людочка Мазочек. Мы продолжаем с вами играть в Хаус Флиппер. Нам осталось не так уж много в Лакшери Флиппер доделать заказов, всего лишь два. Но я не знаю, появятся ли новые или нет. Но сегодня мы с вами пойдем в дом, вот в этот вот, где склад воспоминаний. Когда Люсия и Дэн наткнулись на выставленный на продажу склад, они сразу увидели возможность для модного лофта. Давайте поможем сделать им модный лофт. Ух ты ж, еб твою мать. Нихера себе. Вот это коробка гаражная. Реально похоже на чей-то гараж. Возможно, когда-то он тут был, но мы не беремся осуждать. Кажется, кого-то нужно смазать. Ничего себе. Это Людка так скрипит. Могу создавать звуки для фильмов ужасов. Ха-ха. Ладно. Люсия Пардилья. Папардилья. Ничего себе. Ты как прям макароны, которые Парпаделли. Паперделли. Пападелли. Паперделли. Пассидели. В конце концов, жилое пространство для взрослых. Я поняла, что вы хотите. Вызов принят. Сейчас Людка сделает комнату для взрослых. Мы помним, у нас были неоподобные заказы. Блин, ну тут охереть. Да это ж реально, это какое-то бывшее складское помещение. Это реально здесь был склад какой-нибудь газеты или чего-нибудь. Это даже не похоже на какой-то бывший жилой дом. Ну что ж, Люсия Пардилья. Так, детские вещи не то, на чем стоит заморачиваться. Так, а я и не собиралась. Давай, не отнимай время, я хочу работать. Я хочу сделать из этой пупы прекрасное место. Так, склад воспоминаний. Да, действительно. Вы не шутили, когда говорили, что здесь действительно склад. А я-то думала, вы пошутили. Кстати, не забывайте подписаться на каналчик. Поддерживать Людочку лайком, и вы будете умничка. А Людочка начинает уборочку. Потому что без уборочки не получишь корочку хлеба. Потому что мы же работаем ради еды, ребят. Мы теперь работаем, судя по всему, за еду. Потому что платят нам сущие копейки. И меня это бесит, на самом деле. Потому что мы заслужили нормальные зарплаты. Мы типа работаем здесь за двоих, не покладая рук. Почему это нельзя убрать? Слышь? Поперделя моя. Почему я не могу убрать эту херню? Вот так уберу, ладно. Раз гора не идет к Магомеду. Магомед идет к горе. Так, давайте ототрем эти граффити. Ох, шите, вандалы. Давайте сейчас. Хотя, мне кажется, в этом был бы смысл оставить их. Это было бы более аутентично. Но, знаете, как говорится. Хозяин, барин. Мы лишь можем только подстраиваться. По-моему, там было написано Дима. Так, кажется, здесь были русские. Хотя, с другой стороны, если бы здесь были русские, здесь были бы одни писюны и хуйня писаны. Поэтому, возможно, это было не Дима, а что-нибудь другое. Типа, я вам дам. Возможно. Ну, не знаю. Может быть, это послание тайной проститутки. Откуда я знаю? Откуда мне вообще знать? Я пришла сюда работать. Я пришла сделать здесь красоту. Я хочу сделать очень красивый лофт. Потому что мне нравится делать лофты. Это прикольно. Надеюсь, что ребята, которые, типа, сделали заказ, они шарят за моду. Они шарят за тренды, шарят за ремонт. Они вот это вот все, как обычно, какую-то старую бабкину без вкустью делать. Надеюсь, что здесь такого не будет. Хотелось бы, конечно, в это верить. Но, как говорится, верится с трудом. Господи, тут все в плесени, в какой-то кельке в томате. Возможно, здесь был склад бомжей. Ну, слушай, ночлежка какая-нибудь. Потому что тут реально какие-то непонятные продукты жизнедеятельности. Пакеты. Ну, пакеты, ладно, везде. Как будто здесь мусорная просто была комната какая-то. Знаешь, здесь не складировали что-то. Здесь просто мусорили. Может быть, здесь когда-то был магазин? Ну, слушай, судя по поддонам, здесь вполне себе мог быть магазин. Строительный, судя по всему. Да. А почему на цемете нарисован повар? А, у него булочка хлеба там. Хе-хе-хе-хе. О! О май гад! А ничего то, что я это продала? Надеюсь, что нет. Прикинь, я что-то лишнего продала. Так, ну, то, что нужно, оно не продается. Это хорошо. Блин, ну тут такой, конечно, срач развели вы, конечно. Ребятушки, нельзя так жить. Я понимаю, что вы это купили. Но посмотри, здесь произошло убийство. Здесь кого-то убили. Рил, здесь просто труп лежит какой-то посреди комнаты. Здесь Макшнагнес просроченный, понимаешь? Вот, что это такое? Это явно не тест Роршиха. Как бы мы могли изначально предположить? Это что-то другое. Так, вот здесь вот пакеты. Маечка. Убираем из-под шаурмучки, наверное. Ну, хорошо. Что еще здесь можно продать? Лампу продать. Давайте продадим. Здесь еще нужно где-то сделать толкан, чтобы они могли какать. Потому что иначе как они смогут какать, если у них нет места, чтобы покакать? Во-первых, им будет очень удобно какать. Поэтому надо это сделать, это место. Здесь какой-то, судя по всему, реально офис был. Какой-то, может, завод. Вон какие-то там крошки. Блин, даже тут засрали. Здесь на самом деле так красиво было. А они все засрали. Так, ну, грязь сейчас мы попозже с вами уберем. Давайте пока что приберемся здесь. Тазик с кровью. О, туалет. Так, повезло. Мы нашли с вами туалет. Ребята, возможно, тут будет туалет. Так, мы можем модифицировать лестницу, но пока не будем. Ой, вот это вот прикольно, кстати. Видали? На бочках сделали хавальник. Но мне кажется, здесь реально жили бомжи. Потому что только бомжи могут догадаться сделать такую штуку. Кстати, надо будет провести еще один, типа, дом сделать какой-нибудь для бомжа. И что бы нет-то? Какой-нибудь для необыющей семьи. А можно сделать дом для многодетной семьи? И что нет-то? Мы сделаем кучу всего разного. Все. Начинаем мыть, убирать вот эту вот плесень. Какую-то капуста начала расти морская топон. Амарская капуста. Пускай будет пусто. Оп. Амарская капуста. Ого! Это кто это там на... Фига тут это бой мстителей происходил. Ты видал? Закинули аж куда грязь. Капец. Я в шоке. Звезда в шоке. Так, убираем вот это все. Плесень нам не нужна. Все должно быть красиво. Тут будут жить у нас люди. А не какие-то там непонятные клерки офисные. Все должно быть наилучшим образом сделано. Так, убираем вот эту вот грязючку. Грязючка нам не нужна. А как мне туда дотянуться? И... Подождите-ка. А как мне туда дотянуться? Вы че? Я не хочу строительные леса. Слушай. Давай как-нибудь без строительных лесов. Но это ж мне реально сейчас придется вот это вот... Тянуться к вот этому всему. Строить какие-то леса. Как я... Как я помою это? Я туда тупо не дотягиваюсь. Вы че, полоумные что ли? Молодцы, молодцы. Осуждаю. Я что, похожа на жирафа что ли, чтобы туда лезть или что? Ладно. Очистим грязь потом, потому что пока что я... А-а-а! Поняла! Все! Сейчас почистим. Смотри. Мы ж с тобой умеем вот это вот чистить, трубочистить. Все! Изи! Изи сломали систему вообще. Ой, упала. Так, а может это снизу? А, это вообще вот здесь. Ну все, отмыли. Все! Супер! Еще где-то какие-то процентки остались. Но мы сейчас это все сделаем. А-а-а! Вот они. Вот он. Раз, два. Все! По грязи чисто. Давайте. Уложить на полную плитку елочку. Давайте уложим елочку. Потому что без елочки что-то может пойти не так. Так, давайте. Насколько надо укладывать елочку? Настолько хватит? Еще надо, да, уложить? Сейчас уложим. Я так понимаю, что надо елочку уложить где-то вот по вот эту вот границу. Скорее всего. Типа вот так. А, нет, не все. Смотри. Смотри, это далеко не все. Вот, сто процентов. Значит, это наша первая граница. Мы здесь не делаем, да, получается с вами никакой этой самой, да? Мы тут сразу делаем какую-то зону. Давайте попробуем уничтожить стены, да? Нам нужно какие-то стены здесь построить, я так понимаю, да? Так, теперь это нужно сломать, да? Вот отсюда. Ага. Ну, немножечко перестаралась. А я так старалась. Ну, что-то пошло не так. Ну, ничего страшного, разрушим. Ломать не строить, как говорится. Поэтому давайте делать перепланировку. Тэш, денег, наверное, из-за этого просрала немножко лишнего. Ну, ничего страшного. Бывает. Что поделать? Ну, это все-таки ремонт. Да, все косячат. Даже профессионалки, такие как я. Вот. И еще, получается, нужно построить стену. Вот здесь, из трех. Все. А вот сюда мы строим вот такие вот, да? Раз. Два. Все. Это какая-то маленькая непонятная бздючка. Давайте вот здесь вот тогда доделаем вот это вот, чтобы тут такое пространство у нас как бы было вот заполненное. А то как бы очень странно, что оно не заполненное. Итак, давайте изменим лестницу. Я так понимаю, что так как у нас здесь лофт, мы должны сделать лестницу типа а-ля в стиле лофт. Можно сделать ее черную. Вот, кстати, вот это очень сильно подходит под лофт. Но все-таки хочется какого-то уюта добавить. Поэтому я бы, может быть, сделала черную древесину. Давайте черную древесину здесь сделаем. Вот такая вот будет у нас красивая лестница. Ну, потому что, а что делать? Не это. Подвесной телевизор. Давайте посмотрим, что нам нужно вообще здесь купить. Я хочу сделать что-то все-таки не классическое. Вот. Что-то такое интересненькое. Это обеденный стол, я так понимаю, да? За обеденным столом у нас люди хавают. Так? Так. Я думала, что-то просто другое сделать. Сейчас посмотрим. Хочется просто, чтобы красиво было. Пусть у нас будет черный. Я хочу вот сюда вот это вот сделать типа живую стенку. Почему я не могу поставить живую стенку? Ааа, поняла. Ну, давайте тогда вот так сделаем. Ничего страшного. Зато у нас будет красивая живая стенка. Мы же с тобой делаем лофт. Типа это подарок от Люды, живая стенка. Очень красиво, кстати, выглядит. Мне кажется, очень прям божественно, божественно. Модуль зеленой стены. Еще один, да? Сколько мне таких нужно поставить? А можно там выбрать черную подкладку? Я не заметила. Вот, нам нужно черное. Сколько ее нужно? Две штучки. Две штучки. Куда эти две штучки повесить? Слушайте, я бы, может быть, повесила их где-нибудь... Не знаю даже где. Можно типа где-то здесь повесить. Но мне кажется, тогда какой смысл? Может быть, давайте вот здесь? Типа вот так раз. Вот так два. И вот так три. Вот, тоже три модуля подарим. Зато красиво. Мы с тобой, видишь, все делаем, исходя из красоты. Зеркало. Где можно повесить зеркало? Чтобы это тоже было красиво. Нам нужно выбрать черное зеркало. Не забываем. Это что? И широкий электрический камин. Черный берем. Берем черный широкий электрический камин. Слушайте, я даже не знаю, куда его поставить, потому что такое ощущение, что места для него нет. Эта дверь открывается, да? Слушайте, ну мы электрический камин можем вообще поставить хер знает где. Вообще бы его можно было вот сюда поставить. Ну, что-то как-то очень нравится. Можно его... А, подожди, я придумала. Смотри. Мы его поставим вот сюда. Смотри. Мы берем этот камин вонючий. Где наш вонючий камин? Вот он, электрический широкий камин. И ставим его с тобой вот сюда. Вот. Включаем. Опускаем цветочки. И таким образом получаем красивую экспозицию. Я решила с этим домом запариться. Чтобы было прям феерично. Сейчас его только чуть-чуть центрирую. Потом он какой-то у нас кривой вышел. Вот так вроде бы ровно. Ну, чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Так. Диван. Диван должен быть черный. С давайте какими-то такими зелеными элементами. Вот такими. Да. Потому что у нас все-таки здесь типа аляп, псевдозелена, псевдоэта. Я бы как-то сделала это. Ну, давайте вот так, что ли. Блин. Ну, тогда как будто бы нет прохода, понимаешь? А так типа мало места. Блин. Это, конечно, подстава такая. Но если вот так ставить, то типа... Давайте вот так вот поставим. Вот типа вот так. Так и проход есть. И типа диванчик. Красиво, я думаю, выглядит. Немножечко стараемся делать нестандартно, как мы привыкли. Глолигоза. Не знаю, что это такое. Но пусть будет в черном горшке. Это ваша глолигоза. Мы ее с вами поставим давайте вот здесь. Я и тут считаю самое место со своими кустистыми братьями. Потому что если много кустиков, это хорошо. Плохо, когда кустиков мало. Потому что кустики защищают от всяких неприятных или таких странных штук. Так, стол. Стол предлагаю вообще поставить вот сюда. Типа это такой столик в прихожей. Типа ты пришел сюда, ключи поставил. Вот это вот все говно. Еще одна глолигоза, кстати, о птичках. Еще одна глолигоза. Слушайте, ну еще одну глолигозу можно поставить вот сюда. Чтобы было красиво. Ты понимаешь, у тебя там глолигоза. Кайф уже. Зеркало у нас будет в прихожей. Можно его поставить либо вот здесь. Давайте вот здесь. Мне кажется, вот здесь очень красиво оно смотрится. Прямо вот как будто так и надо его было сюда поставить. Это что? Отдельно стоящая какая-то там колонка. Вы хотите телевизор? А я не хочу телевизор. У нас есть уединение с природой. И нам как бы это не надо. Давайте вот здесь поставим, окей. Пусть стоит здесь. Надо видами любоваться, а не в телевизор смотреть. Подвесной телевизор. Ну, типа придется голову высоко поднимать, чтобы посмотреть телевизор. Но это не мои как бы проблемы. Не я ж тут буду жить. Вот так поставим здесь черный стол. Немножечко, конечно, не очень. Ну, как бы и очень одновременно. А что? Ну, будут вот тут смотреть телевизоры свои. Что им, какая разница? Мне кажется, неплохо. Так, бра-командо. Командо! Давайте вот это с деревом возьмем. Так, смотрите. Брашечку сюда. Брашечку вот сюда. Брашечку сюда. И брашечку вот сюда. Все, гостиная готова. Слушайте, мне нравится, как получилось гостиная. Конечно, она получилась такой пустоватой. Но это же лофт, это пространство, это не жилое помещение. Поэтому вот как-то так. Что мы можем сделать здесь? Уложить на полную плитку елочку. Давайте. Хорошо. А что ж вы раньше не сказали, что сюда нужно уложить на полную плиточку елочку? Мне кажется, здесь будет кухня. Реально, тут будет, скорее всего, кухня. Да. Я оказалась права. Ну, давайте делать кухню. Я могу сказать. Какие не люблю вот эти вот сраные штуки. По установке не пойми чего. Вот нахрена им такая здоровая кухня? Что они будут на ней делать? Ну, нихера же они на ней не будут делать. Так войдите уже в зону стройки. Дома 2. Ой, как мне не нравится вот это вот делать. Прям какой-то лютый кринж. Зачем им столько полок? Оно съедает все пространство. Не делайте дома у себя столько полок. Когда хочется сделать красиво, получается как всегда. А потому что вот игра вот меня принуждает делать какую-то херню. Откровенную. Может, просто этот не засчитался? Да, этот не засчитался. Лишнего купила. Так, угловой шкафчик теперь. Поехали. Угловой. Давайте угловой вот сюда впихнем. Впихаем невпихуемое. Вкуева-кухуева. Лампочка. Абажур. Ну, кстати, абажур вот к нам в тему здесь вошел. На самом деле. Он прям такой вот, как надо. Холодильничек еще нужно куда-то поставить. А вот нету места для холодильничка. Хотя, по-моему, вот прекрасное место. Для наказыванного холодильника. Слушай, вот. Нормально. Кому надо, тот достанет. Типа, у нас работает только верхний отдел. Ну, хорошо. Мы сделали еще одну зону. Вот такая вот она у нас получилась. Давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать. Это что? Использовать. Давайте посмотрим. Выберите отделку пола. Слушайте, мне нравится вот эта белая плитка. Очень красивая. Давайте я ее отделаю. Это вот здесь, да? Вот в всем вот этом пространстве нужно вот так вот ее отделать, да? Вау. Очень красивая плитка. Вот это я понимаю. Так, а вот сюда тоже? А, здесь уже другое. Хорошо. Так. Так, отделка стен. Кирпич. Хочу кирпич. Хочу кирпич. Давай, кирпич. Кладу кирпич. Долго ж я буду класть тут кирпич. Так, я обустроила здесь вот этой вот гаражной фигней. Сделала теперь здесь белые красивые стены. Надо посмотреть, что нам нужно купить. Здесь нужно купить двери. Я предлагаю взять черные двери, потому что у нас сразу все в черном, белом и вот этом вот всем. Пусть у нас будет с вами единый стиль. Значит, две дверки. Дверка раз. Дверка два. Так, вот это вот еще надо выкинуть. Так, как ее положить? Положить плитку. Продать плитку. Межкомнатная дверь еще одна. В смысле? А это что такое, по-твоему? Это не межкомнатная дверь? А, типа одна такая, одна такая. Все, понял. Значит, смотри. Одну ставим вот здесь. Есть. И надо еще вторую выбрать. Господи. Так, черная, 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 все черное. Все полностью total black. Так. Все, две двери. Там, наверное, будет туалет и ванная. Дверь черную. Ставим, конечно же, вот сюда гаражную красивую такую дверку. Вот так вот. Стандартный выключатель. Давайте повесим его куда-нибудь вот сюда, чтобы он был включить свет. А света нету. А света у нас нету. Давайте выберем свет. Лампочки. Ой, кстати, такие красивые. Ну, давайте возьмем в стиле лофта все-таки. Мы же в лофте с вами. О, очень красиво, кстати. Так, выбрать. Что это такое? Мебель. Зеркало. Слушайте, давайте вешалку поставим здесь. Мне кажется, вешалка здесь будет актуально стоять. Такая типа раз и все. Здесь что у нас? Выберите мебель. Ну, давайте выберем вот такой вот светлый пуф. Я, конечно, не знаю, как его надо ставить. Но как-то, видимо, надо ставить. А это что у нас такое? Это столик. А, это типа рабочая зона. Ну, я же не знала, что это рабочая зона. Ну, пусть будет вот такая рабочая зона. Вот так. Да, немножечко странно. Так, картинки. Ковер. Ковер можно вот такой постелить, кстати. О, это что у нас? Надписи. Давайте вот такую Нью-Йорк. Обосраться, как красиво. Что еще можно повесить? Часы. О, давайте манекен поставим. Манекен будет весьма актуально. Типа у нас тут Ля Модельер живет. Это что? Цветочек. Вот цветочки я люблю. Вот такой вот поставим здесь цветочек. Для сердца и почек. Это что? Цветильничек. Давайте вот такой поставим светильничек здесь. По-моему, очень актуально. Очень красиво вышло. И теперь по мелочи нужно здесь докупить остатки роскоши. Так, это... Давайте у нас сразу пошла такая пляска. Какая-то такая у нас макияжная какая-то зона получилась. Типа чела вот полная. Ну, давайте. Че? Так, и компуктер. Компуктер. Сегодня у нас с тобой компуктер. А я опять тебя компуктю. По-моему, очень шедеврально выглядит. Очень красивая комната получилась. Такая прям на интересе. Так что у нас тут? Ой, настенную плитку. А здесь... Можно без настенных плиток? Так не хочу укладывать ваши настенные плитки. Ну, реально, так вот нудно вот это вот делать эти плитки. Напольную плитку. Вот напольная плитка мне нравится. Напольная плитка это кайф. Это просто реально кайф. Давайте напольную плиточку я с удовольствием возложу. Потому что, ну, это как минимум прикольно. Это как минимум не надо вот это вот красить. Вот эту всю фигню. Давайте, значит, дверь. Давайте здесь у нас будет коричневая дверь. Немножечко так поменяем дизайн. Здесь тоже у нас будет такой коричневая дверь. Ну, типа это же коридор. Че, коридор может быть у нас и таким. Давайте посмотрим. Значит, нам тут нужно разместить наш зеленый... О, тут тренажерка будет. Нифига себе. Ого. Тогда я предлагаю делать зеленую стену здесь. Так, идем дальше. Еще один модуль. Давайте, черненький. Я надеюсь, это узкий. Это такой, да? Давайте тогда вот так, центрированно. Так, раз. Два. По-моему, очень красиво. Конечно, мне не совсем понятно, на кой хер. Ну, ладно. Так, один можно поставить где-то... 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 На самом деле, не очень-то прикольно вышло. Давайте вот так сделаем. Один здесь и один у нас здесь. Тут все равно будет спортзал. Чтобы оно как-то носки впитывало, вот эту всю вонь убирало. Мы можем вот тут поставить вот эти вот все штуки для занятия спортом. А там сделать такую зону типа челлаута. Вот, типа, чтобы ты смотрел на красивые эти огоньки. А вот тут мы поставим уже вот такие вот всякие штучки прикольные. Уже лучше. Уже как-то по-современненькому. Так, черный. И давайте подушечку. Можно вообще без подушечки его сделать. Не заслужил подушечку. Так, креслица. Хорошо. Стол. Снова у нас идет стол. Непонятный вот этот вот, ненужный совершенно. В коридор его тоже не поставишь. Ну, давайте его поставим где-то вот так, наискось. Но мне не нравится, как тут, конечно, все это выглядит. Ну, и что я могу поделать? Так, вам горшочек. Да, для сердца и почек. Чтобы было красиво. Давайте ящик поставим вот здесь. Немножко сузим проход, но зато у нас будет ящик. Лампочку. Куда повесим? И брашечку. Одну вот сюда. Одну сюда. И одну вот сюда. Ну, чтобы было. А вот тут надо что-то делать? Очистить грязь. Ну, это потом. Это все потом. Не очень мне нравится второй этаж. Вот первый этаж получился лучше. Продать предмет встраиваемая раковина. А что, я ее не продала, что ли? Кремовая плитка. Покрасить легкий бисквит. Я так не хочу красить. Людка, ленивая, обленившаяся жопа. Слушайте, а если я, например, не буду вот это вот красить? Давайте я не буду красить, но не хочу. Так, кровать. Я так понимаю, что раз у нас тут легкий бисквит, я могу не рассчитывать, да, на что-то такое весьма интересное. Ну, давайте делать легкий бисквит. Че уж там. Блин, а мне не нравится. Это какой-то фу. Легкий бисквит. Ух, что-то уж легкий бисквит. Не пошел бы он нахер. Так, вот такое, да, ставим? Еще одну такую, да, тумбочку? Куда мне ее поставить? Давайте я поставлю одну тумбочку вот здесь. Вот так вот. Одна там, другая здесь. Ну, немножечко меняем тактику. Вот так. В золоте будет. Красиво жить не запретишь. А че? Поставим. Будет все прекрасно. Вот сюда картину бахнули. Вот сюда картину бахнули. И вот сюда картину в асимметрии бахнули. И получился уже прям полноценный лофт. Вот сюда светильник, прожектор, чтобы поутру прям сразу в лицо светило поставили. Напольную плиточку, елочку из темного орешка. То есть я вам как наложу тут орешков. Охренеете от моих орешков. Потому что мои орешки, они такие, запоминаются надолго. Покрасить цвета легкий бисквит. Ну, тут, кстати, 15 штучек. Давайте покрасим в легкий бисквит. Давайте. Где ваш легкий бисквит? Я беру свои слова обратно по поводу того, что эти клиенты были умные, когда вызывали меня. Они ужасные клиенты. У них нет чувства вкуса и вообще всего. Здесь кремовые панели, напольную плитку. Давайте напольную плиточку уложим. О, кстати, моя любимая плиточка. Она очень красивая. Мне она нравится. Здесь у нас, получается, будет ванная, да? Так, установить устройство. Раковина какая-то там. Ну, слушайте, я думаю, здесь лучше сделать вот такое светлое дерево. Давайте ее прям ко входу поставим. Одну надо? Еще два надо, короче, да? Так, хорошо. Давайте. Система для умывальника. Вот тут ее поставим. Сейчас еще одну ванну с вами сделаем здесь. Ой, не ванну, а раковину, потому что пусть будет лучше две, чем одна. Две лучше. Выглядит более симпатично. Так, давайте устанавливаем. Накручиваем гаечки, но не свои мозги, не свои нервы не надо. Их мы, пожалуй, побережем. Хотя, знаете, на самом деле нервы сдают у Людочки делать одни и те же дизайны. Потому что, ну, они реально, ну, вот что это вот они? Ну, вот что это, как это вот они вот это вот придумали? Зачем они это делают? Я не понимаю. Одно и то же. Так, сантехническая система для душа. Слушайте, ну, душ можно поставить прям где-то вот тут. Чтобы было красиво. Давайте его отвинтим тоже. Неудобно то, что надо постоянно туда отвинчивать. Мне очень нравится. Так. Встроенный душ. Ну, кстати, я в ту сторону его установила. Удобно. Жалко, что вот он черный только. Хотелось не черный. Ну, хотя в стиле лофта. А туалет где будет? Или туалета не будет? Как и кино. Давайте, значит, раз светильничек. Два светильничек. Можно один вот так повесить. Типа, ну, как мы любим. Асимметричник. У меня начинает заканчиваться бюджет. А, вот, система для туалета. Ну, туалет можно... Давайте туалет здесь поставим. Пусть будет здесь стоять. Так. Подвесной унитаз. Ну, черный уж пусть будет. Что мы как лохи. Да спасибо. Я знаю, что мы... Бюджет скоро закончится. Спасибо, что напомнили. А то я такая глупая. Не догадалась, что мне кончается бюджет. Зеркальце раз. Зеркальце два. Уложить кремовая плитка. Ну, давайте. Десять штучек не так уж много. То есть вот эту вот одну штучку надо уложить. Давайте. Я думаю сделать вот так вот здесь. Плиточку. Здесь, наверное, как раз будет штучек шесть. И еще две на туалет. И еще куда-нибудь разместим. Три. А, ну все, чудесно. Раз. Два. Три. Все! Я так и планировала. Красота. Супер. Огонь. Все, это уделали, обделали. Давайте обделаем остатки. Что у нас тут? Купить предмет. Сантехническая система для умывальника. Давайте, значит. Умывальничек. Умывальничек будет прям вот у входа. Один? Один. Хорошо. Подвесной унитаз. Здесь такая будет маленькая замукрыжная штучка. Блин, ну не очень прикольно на самом деле. Я, конечно, не так себе представляла эту ванную комнату. Ну, ладно. Зато будет два санузла. Как и хотели, ребятки. Ну, я бы по-другому сделала. Я бы лучше в гардеробную эту намутила. Ну, хозяин барин, как говорится. А, здесь без разницы. Ну, давайте тогда вот так обошьем деревом. Деревом приятнее обшивать, потому что это в разы быстрее, чем плитку класть. Плитка прям, она такая падла, долго ложится. Прям раздражает. А вот эту штучку ты раз, раз и натыкал. Так тык, 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 тык. Видишь, как хоп, 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 хоп. И все. И не надо париться. Чудесно. Так. Подвесная кто? А. Ну, давайте коричневое полотенце вот здесь вот повесим. Ну, я, конечно, думала, получше будет, но так тоже ничего. Сойдет. Сойдет. Яненько можно сделать. Все. И тут у нас что? Уложить напольную плиточку. Давайте сделаем напольную плиточку. Так, напольная плиточка есть. Деревянная... А, вот, кстати, гардеробная. Мне кажется, его можно было бы даже и не клеить здесь, потому что какой смысл. Низкая люстра. Пусть будет низкая. Все. Можем завершать заказ, судя по всему. Но где-то еще у нас осталась грязь. Я не понимаю, где. Я, в принципе, везде тут уже помыла. Но где-то здесь, видишь, что-то я не домыла. Я не понимаю, что. Ага. Вот оно что. Фига. А так сразу не заметишь, что что-то тоже грязь на вот этих пандусах. Все. Завершаем заказ. Мы, свои молодцы, получили миллион шестьсот шестьдесят шесть и призвали Маргерштерн. Ну, смотри. Вот этот вот, вот эта комната, вот эта белая, мне очень сильно понравилась. Вот та вот. Здесь, в принципе, тоже норм. Вот это, ну, сойдет. Сойдет. Минимализм, вот этот вот модернизм. Красиво. Пишите, как вам, в комментарии. Подписывайтесь на каналчик. С вами была Людочка Мазочек. И скоро уже увидимся. Пока.